Россияне дали 8 лет за оправдание терроризма и распространение порно. Интересно, а что было главнее оправдание терроризма или распространение порно? Я думаю, что порно никакого и не было. В Москве второй западный окружной военный суд и так далее. Почему ни фамилий, ничего нет? Представляете? И москвичу пишут, что поставили просроченную вакцину от коронавируса, фото даже размещено с этой вакциной, заявили, что она не просрочена, врачи заявили, а продлена. В Челябинске объявили тендер на стройку метро, представляете, какая прелесть, 49 миллиардов рублей, кто-то хочет украсть. Во аппетиты у людей, какая стройка, каких метро, какого метро, представляете? То есть, вот что там в башке у людей, какое метро, Россия разваливается, эти ребята хотят под шумок. Это как, вот сейчас выглядит как телепорт, помните, они телепорт в 35-м году хотели построить, даже тендер в 16-м году объявляли на телепорт. В Омской пятиэтажке обрушилась стена, там видео есть у нас на канале «Революция», то есть, упал прям, вывалился кусок, ну, вернее, первого и второго этажа квартиры сложились. Просто, ну, говорят, что этот дом аварийный, что его надо было давно расселять, а его не расселили. Ну, это, в общем-то, вот так вся Россия выглядит. Вот, а все они предъявили обвинение по делу Афейка про российскую армию. Ну, я говорил, что она доиграется, то есть, ее вот кто-то крышует, и она как-то вот себя начала вести очень вольготно, ее понесло. То есть, она видит, видела внимание и решила, как бы, это внимание еще больше к себе привлечь, ну, а, похоже, кому-то надоел. Помните, я сказал, что когда надоест, ее присадят. Ну, посмотрим, во что это выльется, даже если ее сейчас будут судить, да, я думаю, что реальной меры наказания не будет. И ее пуганут дадут условные, там, какие-то исправ работы и так далее. Бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову отправили под домашний арест до октября. Ну, кто-то очень сильно ее крышует, всех сажают, видите, ее под домашний арест. Пытаются ее образумить, чтобы она все-таки как-то это перестала там выпендриваться. Она, видно, слетела с катушек, ей все это понравилось. И сейчас, ну, сейчас посидит дома, может быть, там в себя придет. Я так понимаю, что это какой-то ее, наверное, мужчина ее пытается вытащить из омута протестного. Мурашка заявил, который по коже, мурашка по коже, да, что мужская смертность к 35-40 годам вдвое превышает женскую в России. Ну, а они что хотели? Я думаю, что сейчас с этой войной они хотели, чтобы мужчины дольше жили женщин, да, вот эти, которым голову и жопу поотрывали и так далее. Ну, посмотрим, чем это закончится. Вот мне нравится, что средняя продолжительность жизни в стране во втором квартале превысилась в 73 года. Обхохочешься, да? Во втором квартале 22-го года. Ну, представьте себе, смертность такая же, как во Вторую мировую войну в Великой Отечественной. Еще даже и превышает. А оказывается, продолжительность жизни выросла. Это за счет чего? За счет оторванных голов с жопами выросла? Или за счет коронавируса, про который они рассказывают? Или за счет онкологии выросла, да, которая лютая просто? Вот пишет, что аптечный туризм у россиян стал популярен, ездит в Казахстан, ездит в Грузию, в Армению, в Турцию за лекарствами. Представляете, какая прелесть. Вырос спрос на загранпаспорта с начала года вырос на 45%. Ну, народ, в общем, готовится к тому, чтобы катапультироваться. Ну, те, кто виновен в развязывании войны, те, кто виновен в том, что путинский режим жив до сих пор, у них масса загранпаспортов. У них паспортов других государств навалов и видов на жительство и так далее. У них французские, немецкие паспорта, у них канадские, австралийские, американские паспорта, да, израильские, полно. Так что они все упакованы, у них все нормально. А это Галахов будут останавливать, не пускать там куда-то. Жители Казахстана арестовали за нанесение буквы «З» на танк в Саране. Арестовали, да, он на танк, который является памятником героям Великой Отечественной войны, нарисовал вот эту сараную букву «З». Ну, и уехал сразу же за мелкое хулиганство. Ну, очень правильно. В Узбекистане предупредили о наказании за участие в спецоперации в Украине. Если вы помните, да, вчера мы говорили о том, что в Пермском крае какой-то черт там местный, да, представитель узбекской диаспоры заявил о том, что они создают батальон Тамерлана для участия в войне в Украине. Ну, то есть, для того, чтобы он там прогнулся перед местными властями, получил какие-то ништяки, как мы понимаем, ну, может быть, с этих мигрантов еще и денег поимел. Но не тут-то было, узбекские власти очень быстро отреагировали и заявляют, что будут сажать совершенно жестко. То есть, если эти мигранты поедут воевать в Украину, то назад в Узбекистан они уже не вернутся. Они либо останутся убитыми в Украине или военнопленными, да, или... Ну, военнопленными нет, потому что они комбатанты. Или же они должны будут жить в России и держать на своих штыках Путина всегда и его шоблы, потому что, если мы возьмем власть, мы с ними, конечно, разберемся гораздо жестче, чем со всеми остальными. Таможня изъела присланные филателисту марки и открытки Третьего рейха, да. Я помню, в советский период, кто марками увлекался, у меня друзья, мы ходили, они там покупали, рядом с крытым рынком, там такой был сборище такой филателистов, они там все это покупали. Да, и там полно у всех были эти марки с Гитлером, марки там с орлами с этими, там и прочее, прочее. Вот, и никто не препятствовал. А сейчас, видите, оказывается, это нельзя. Чудные. Гитлера иметь во главе России можно, да, марку с Гитлером нельзя. Да, это бред. В Госдуме призвали, так, 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 в общем, неинтересно даже, что они там призывают в Госдуме. Распонсоров терроризма они там возбудились очень, ну, это долго нам про это разговаривать, про этих идиотов. Про Госдуму можно вообще, если это не закон какой-то, который они приняли, да, то можно вообще не говорить, потому что они там несут такой бред. Повысить мрот в два раза там предложили от ЛДПР, да, чтобы 30 тысяч рублей был мрот. Ну, я думаю, что это, конечно, у них это такой популистский шаг специально, чтобы привлечь избирателей. Какие нахер избиратели? Все рисуют. Дьявол уже купил душ депутатов, они служат в ОМОНе, а я думаю, что он даже и не покупал ничего, а не вообще собственность дьявола изначально. Зачем их еще и покупать? Как мне один человек, я помню, сказал, говорит, а он написал, да, вот если бы к вам пришел дьявол и предложил там вам что-то душу продать, что бы вы сделали? Я говорю, первый, что бы я сделал, то удивился бы, потому что я всегда думал, что мое место в аду, и если бы дьявол ко мне пришел с таким предложением, и я бы сразу понял, что не, нифига, оказывается, вот как. Я бы сказал, хе-хе, поэтому, конечно, я бы удивился. Хе-хе-хе Хе-хе 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 Хе-хе